Fallout и S.T.A.L.K.E.R. конечно прекрасные игры, но не задумывались вы, что бы получилось, если бы эти две игры смешались друг с другом? Буквально немного, так, чтобы не быть в точности похожей ни на Fallout, ни на S.T.A.L.K.E.R. Сегодня в рамках плейлиста проекта в разработке я постараюсь вам ответить на этот, казалось бы, незаурядный вопрос. Проект Ностальгия Долгострой от отечественных авторов, возложивший на свои плечи задачу органично перенести дух чернобыльской зоны отчуждения на движке Fallout 3. Школьная идея создать собственную игру, видоизменённую временем, чётными и не очень попытками, вела команду из двух тогда ещё школьников-энтузиастов, заставляя прыгать как от FPS-криэйтора и X-Ray, так и до небезызвестного Gamebrio Havoc, на котором работает Fallout 3. Сначала это была затея сделать шутер про Вторую Мировую, потом про число и сталкеров, а потом и вовсе создание своей собственной истории, произошедшей с обычным человеком, некогда жившим в окрестностях Припяти. Так и родилась Ностальгия. Идея создать свой собственный нарратив в рамках всеми полюбившейся после сталкера зоны отчуждения. В районе января 2013 года команда двух друзей грызла себе локти в поисках подходящего, многофункционального, а главное простого движка для создания игры. И вдруг, спустя долгие муки в FPS-криэйторе, путём проб и ошибок, она смогла обрамить в настенную пиксельную рамку изображение, абсолютно точно символизирующее положение любого контент-мейкера по Fallout, как на момент 2013 года, так и на сей день. Вот это изображение. Да, можно сказать, что изображение, в истину надолго оставившее свой мемный отпечаток в наших сердцах, это главный мотиватор команды Ностальгия, так как после успешного внедрения изображения про двух успешных молодых людей в игровой движок, они сразу поняли, что с геймбрио они больше никогда не следуют. И да, история про эту пикчу совершенно не шутка. Собрались мы как-то с одним другом, он мне говорит, слушай, я как-то пытался вставить на Fallout 3 там одну картинку, один мем, очень сильно известный, два чувачка, в таких черных шапочках, и там надпись. Сударь бы и не удачник, типа того. Вот, я пытался вставить на Fallout 3, но что-то ничего не получилось. Я говорю, стоп, ты пытался вставить на Fallout 3, то есть на Fallout 3 есть редактор? Ну да, ты не знал. Все, нас просто осенило. Все эти истории про движки и прочие технические аспекты вас наверняка не так сильно интересуют, как, например, сюжетные и геймплеяные. Поэтому давайте к ним и перейдем. Сюжет в игре, а продукт позиционирует себя как полноценная игра, а не мод, в который можно выйти и зайти в любое время, строится следующим образом. Бывший житель Припяти был вынужден покинуть родной город в связи с трагичными событиями. И спустя приличный срок, пропитанный чувствами, которыми и озаглавили проект, возвращается в родные края, дабы прикоснуться к тому, что навсегда исчезло из его жизни. Естественно, в ходе своей длительной экскурсии он столкнется с событиями, которые перевернут его жизнь до неузнаваемости уже во второй раз. Несмотря на то, что на начальных стадиях разработки ребята хотели плотно эксплуатировать сталкерскую тематику, в актуальный момент все изменилось. И команда разработчиков настоятельно рекомендует отстраниться от стереотипов, что ЧЗО и события в ней – это только сталкер и ничего более. И просит игрока понять тот факт, что плод их стараний – это самостоятельная история, похожая на полюбившуюся многим вселенную только лишь в местном действии. Да, в ностальгии есть и мутанты, и аномалии. Но что первое, что второе – абсолютно самостоятельные и уникальные, не эксплуатирующие лорную составляющую проекта на X-Ray Engine. И чем раньше игрок это поймет и главное примет, тем интереснее будет наблюдать за развитием сюжета и истории главного героя. Кстати об истории. Проект обещает широкую вариативность событий. Вы же так это любите. Со слов авторов, игру можно будет пройти за 3-4 часа, пробежав ее. Но стоит вам углубиться в игровой процесс и разнообразие сюжетных веток, как тут же игра растягивается на 10, а то и более часов геймплея. Давайте о геймплее. Механики из третьего Фоллаута уехали в далекие страны и, судя по всему, брали билет только в один конец. Ибо теперь нет никакого автолевелинга. Теперь есть фиксированное количество хп у тех или иных персонажей, скорость убийства которых варьируется типом вашего оружия, точностью стрельбы и шмотом, который надет на противники. Местами игра обещает быть довольно горячим, дабы сильно не расслаблять игрока. А местами вовсе даст геймеру возможность изучать, читать, вдумываться и погружаться в атмосферу путем внедрения в игровой процесс рандомных игровых событий, напоминающих случайные встречи. Перки также были переработаны. Их теперь просто нет. Это не Фоллаут. Это просто игра на том же движке, что и Фоллаут 3. Игра старается быть похожа на реальную историю реального человека, обрамленную нитями киношности в виде оставшегося ватса и местами отрывающимися конечностями. Прокачка теперь осуществляется только путем применения тех или иных апгрейдов и модификаций на вашем стволе. И если ваши руки растут из нужного места, то после их применения выживать в местном мире станет несколько проще. Также немалое значение уделено мельчайшим аспектам геймплея. Частичное разрушаемое окружение, новая физика, баллистика стрельбы и прочее. Некоторые идеи при создании автор черпал из пикника на обочине, по которой вскоре после ее выхода в свет также создавалась своя, на данный момент многим знакомая вселенная сталкера. Но давайте поговорим еще о, возможно, знакомом. Проект не только пытается цеплять истории и местным действиям, но и персонажами, некоторых из которых будут озвучивать настоящие профи своего дела, такие как Петр Гланс, которого многие из вас знают, наверное, только по голосу Дэдпула, или Вулф Сталкер с того самого одноименного канала. И не только они. У последнего, кстати, тоже есть материал насчет гостя сегодняшнего видео, так что если вам интересно, милости прошу на его канал. Ну а если вы не в первый раз смотрите ролики в рамках проекта в разработке, то вы наверняка знаете, что предварительно мы встречаемся с ребятами из разработчиков на стримах, беседуем с ними на те или иные темы и показываем вам немного эксклюзивного контента. Ностальгия была точно так же. На стриме мы показывали новую стрельбу и физику, а также наполнение некоторых улиц города Припять. Все это ранее нигде не демонстрировалось, и мои зрители были первыми, кто лицезрел новый, так сказать, эксклюзивный контент. Обычно в рамках этого плейлиста все эксклюзивные демонстрации проходят только на стримах. Но сегодня мы с авторами ностальгии решили приготовить вам отдельный сюрприз. Проект ребят разрабатывается уже больше пяти лет. И как только у ребят появился хоть какой-то прогресс в их творчестве, они решили делиться им со своим сообществом в обусловленную дату. Теперь, каждый год, 26 апреля, выходит новый тизер, ролик или прочая демонстрация того, чего достигла команда за год. 26 апреля. Это та дата, которая изменила жизнь сотням, а то и тысячам людей. Именно эта дата также изменила жизнь главному герою проекта Ностальгия. Именно эта дата, дата, в которую выходят новые тизеры, ролики или прочие демонстрации от авторов проекта. И именно 26 апреля этого года на официальном канале Ностальгии выйдет новый и по совместительству первый трейлер проекта. Скорее всего, когда вы смотрите это видео, трейлер уже вышел на официальном канале ребят, поэтому я оставлю ссылочку на него в описании, обязательно посмотрите и ознакомьтесь с первым трейлером проекта Ностальгия. Даты релиза пока что нет. Однако при успешном развитии событий, авторы планируют выпустить игру уже в этом году. Что ж, будем надеяться, что у них все получится. Спасибо, что провели это время с Over9K5000. Обязательно ставь лайк, если понравилось, и пиши в комментарии, что думаешь о проекте ребят из Ностальгии, об их трейлере и о том, кого бы вы хотели увидеть у нас в гостях в следующий раз. Но если это смотрят разработчики других проектов и хотят попасть в подобный выпуск, не стесняйтесь и пишите мне вконтакте или на почту. Все полезные ссылки вы найдете в описании под видео. Там есть все нужное для интерактивного взаимодействия с роликом и каналом в целом. Паблик ВК, Дискорд канал и куча всего-всего другого. Еще раз спасибо за просмотр, друзья. Очень скоро услышимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok